Сказали, чтобы вы были котами. Ну вот я тебе сделала зеленым болотным каким-то котом. А тебе не кажется, что это супергейская одежда для детей? Нет? Я об этом вообще не догадывалась, как ты помнишь. Не все твои намеки, не темы, поднятые тобой на... Несколько раз, и много раз ты это поднимал. Когда ты в том году приехал ко мне, мы поехали с тобой на море. Я за эти 4 дня не могла понять, почему ты говоришь, что мне сейчас должна девушка позвонить. И выходил куда-то. Я не удивлялась, думаю, почему? Почему ты не можешь с ней поговорить при мне? Что за тайны? И только когда мы приехали домой сюда, в Краснодар, я проводила тебя в 3 часа ночи в аэропорт, ты уехал. Когда расцвело, я решила погадать на картах. Так ты же знаешь, я любительница гадать на картах. Я увидела, что у тебя никакой девушки нет. И я поехала с утра на работу и отправила, если ты помнишь, тебе СМС-ку. Кто он? Когда сын или дочь, сын приходит и говорит, мама, я гей, ведь в эти 3 слова, понимаете, входят его многолетние, часто очень многолетние его сомнения, страдания, поиски себя. И вот эти вот слова, мама, я гей, или там, мама, я лесбиянка, ведь означают, что мама, я не хочу больше тебе лгать. В этот момент ребенок говорит, мама, ты мне нужна, как поддержка. И еще это значит, очень главное, что это значит, что я тебе, мама, доверяю, и я надеюсь, что ты можешь меня понять. Я догадывалась, но я ждала, пока он сам, скажем так, придет к тому, что ему необходимо будет это сказать. Возможно, это прозвучит абсурдно, но если бы мой сын привел в дом девушку, я бы умерла от ревности. Вот он стоит перед тобой и говорит, я гей, вот безумно не хочется в это верить, потому что хочется вернуться в то состояние, когда ты еще этого не знала, этого не было. Представь, перед тобой сидит мать, она только что узнала о том, что ее сын гомосексуал. Что ей делать? Что ей делать, да, и можно ли? Выпить стакан водки. Выпить стакан водки? Помогло. Помогла? Да. Выпила стакан водки? Правда? Правда, залпом. Потому что началась трясучка, я помню, нервная вся, руки тряслись, телефон в руках не могла удержать. Я знаю и на своем опыте, и очень много историй камин-аутов, я знаю, что практически для любой матери это, конечно, шок, это, конечно, очень сильное эмоциональное переживание. Осознать это сразу невозможно, а реагировать сразу надо. Постарайтесь в этот момент думать не только о себе, а и о нем. И не культивировать в этот момент у него чувство вины, которое и так у него есть, потому что он пришел к своей маме за помощью, за поддержкой, но он понимает, для мамы наступает очень тяжелый момент, и он инициатор этого момента. Что прям не давало покоя дольше всего? Не осознавала двух мужчин в постели. Просто вот этот вопрос мне очень долго отдавался. Ну а потом я же говорю, вот эту брошюрку почитала, которую я не дочитала. Не дочитала? Нет, ну я осознала. Литература не помогает, да? Мне она не помогла. Люди, которые этого не понимают, они не понимают по той простой причине, что не воспринимают чувство человека как любовь, а начинают ассоциировать любовь с сексом. То есть эти люди, не способные на любовь, на чуткие отношения, на духовность, она у них отсутствует напрочь. Но зачем общаться с этими людьми? Я никогда это ни от кого не скрывала. Моя семья узнала же буквально сразу же. У нас очень дружная, тесная семья, мы поддерживаем друг друга. А как я знаю, бабушка какое-то время верила? А, ну, да. Бабушка, когда узнала, она заплакала. Она, боже мой, как это так? Что это такое? А я говорю, ну, собственно, на что плакать? Ничего не изменилось. Отношения в семье остались так же. Все остались умными, красивыми, любимыми. Ну, это был удар по голове, сразу говорю. Сразу вопрос стал, почему у нас, почему мой сын, почему в нашей семье. Сразу вопрос стал о том, что в том городе, где наши все родственники остались, реакцию этих родственников. Я не осознавала сначала, как они это все воспримут. Естественно, я думала за будущее, за детей, за внуков и за гонение. Конечно, я переживаю, до сих пор переживаю, потому что сам понимаешь, что у нас в России это не все одобряют. У каждой матери, значит, сразу возникает вопрос, где я что-то просмотрела, в чем я виновата, где что-то пошло не так. И я стала читать брошюры, книги, я стала читать и научные статьи, и научно-популярные. И знаете, намного стало легче даже в тот момент, когда я поняла, что я не одна такая. Каждая женщина в определенном возрасте уже задумывается о внуках и мечтает о них. Конечно, у меня есть сожаления, какие у Димы были хорошие, красивые, умные дети. Ну, что делать? Но, к сожалению, это не единственное мое желание, которое не исполнилось в этой жизни. Нужно сесть, открыть альбом с фотографиями своего ребенка, вспомнить. Я его любила 9 месяцев, когда он жил под моим сердцем. Он родился, вот он такой маленький, хорошенький, это мой любимый ребенок. Как можно вдруг сказать, там, часть моего сердца была хорошая, родная, и вдруг она стала плохая, взять ее выбросить? Нельзя. Как можно выбросить часть души, сказать, а вот эта часть души хорошая, а вот эта часть души плохая, она выбросила? Нельзя. Если бы мне было стыдно, это бы означало, что я считаю, что Дима, ну, как-то неудачный ребенок, что-то какое-то ущербное. Когда я вижу, что он прекрасный, он, я не знаю, он смелый, мужественный, он честный, он любящий сын. Мне нормально, если он будет молчать о чем-то. Если он мне не доверяет, значит, он меня не любит, значит, я плохая мать. Если дети боятся разговаривать с родителями, грош цена этим родителям. Ты у меня любимый сын, и хуже ты от этого не стал. Я как любила тебя, так и люблю. И за этот год, что я узнала все, я все переосмыслила и приняла. Поэтому мне не надо сейчас как-то там плакать, расстраиваться, перед кем-то моргать, наверное. Нет. Потому что эта жизнь так, значит, получилась, значит, это твой выбор. Пошла бы на гей-парад в колонии родителей с плакатом, с моей фотографией? Конечно. Конечно.